Лампы накаливания А кто-то уже довольствуется светодиодными лампами LED Так что же выбрать? На этот вопрос мне частенько приходится отвечать Поэтому я решил снять видео, написать статью Где сравнить перечисленные лампы между собой И выявить в них у каждой свои достоинства и недостатки Для эксперимента я возьму лампу накаливания мощью 75 Вт Ее аналог Компактную люминесцентную лампу 15 Вт От фирмы Navigator То есть 15 Вт равно 75 Вт лампы накаливания И светодиодную лампу мощностью 9 Вт ЕКФ серии FL-LA Вот Сначала вкручиваем лампу накаливания Включаем светильник И смотрим Ставим предел То есть 550 556 550 560 559 Примерно вот 560 Люксов Теперь у нас на очереди Компактная люминесцентная лампа Вкручиваем ее в тот же светильник Установлен на той же высоте На том же столе Так Компактную люминесцентную лампу Вкрутили И включаем светильник Смотрим Освещенность Освещенность 222 Видите лампа потихоньку разгорается То есть не мгновенно То есть время розжига Не мгновенное Видите набирает обороты Разгорается То есть производитель у данной лампы Утверждает что время розжига лампы Составляет 2-3 минуты Так что в принципе за 2-3 минуты Она должна выйти на номинальный световой поток Вот Давайте посмотрим светодиодные лампы Как ведут себя Начнем с лампы EKF Серия FL-A69 Ватт С 9-ти ваттной лампой EKF Итак Лампу я вкрутил в патрон Включаем светильник Это 25 люкс Как бы естественная освещенность На данной поверхности Стола Так смотрим Сразу смотрим и время розжига И Общий Общий световой поток А теперь я хочу измерить световой поток ламп Ну вернее освещенность на той же поверхности Но При уровне напряжения чуть ниже от номинального То есть у нас зачастую бывает Особенно в частном секторе В частных домах Где питающая линия Имеет неудовлетворительное состояние Напряжение ниже нормы Итак Напряжение Проверяем лампу накаливания Вот она Напряжение у нас 198 вольт То есть это предельно Предельно допустимое напряжение В меньшую сторону Так Включаем светильник Итак Смотрим При 198 вольтах Освещенность у нас Показывает 310 люкс Напомню Что при Номинальном напряжении Освещенность была При тех же равных условиях При тех же условиях 560 люкс Так Та же лампа накаливания Но уже напряжение 180 вольт Включаем светильник Смотрим освещенность 228 люкс При напряжении 180 вольт Запишем Данные В таблицу Так Это у нас Лампа накаливания Напряжение сети Составляет 242 вольта То есть повышенное При этом Показание Люксметра У нас Составляет 670 люкс Напомню Что у лампы накаливания При номинальном напряжении Освещенность была 560 люкс То есть Значительно увеличился Увеличился световой поток Лампа Светит Значительно ярче Соответственно Как я уже говорил В других статьях Это значительно уменьшает Сроку ее службы Так как нить Накаливания Перегревается Ресурс лампы Значительно уменьшается При напряжении Предельно допустимом 198 вольт Компактная Люмисцентная Лампа Навигатор 15 ваттная Выдает Освещенность 330 331 Ну 332 Около этого Значения Люксов То есть Напряжение сети Составляет В данный момент 180 вольт Освещенность При этом 307 люкс Вот В отличии от 380-400 люкс При номинальном Напряжении 220 вольт Опять я Увеличил Напряжение До 242 вольт Дал Разгореться Компактная Люмисцентная Лампа Так И наблюдаю Освещенность На столе Она составляет 400 3404 люкса Я уже совсем Решил Проверить Эту лампу То есть Уже На вольтметре 130 вольт Световой поток Как оставался На одном уровне Так и остается Впечатляет Видите Как было 610 люкс Так и есть Добавляю 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 Напряжение 170 180 То есть 190 То есть Как видите Лампа При любых Напряжениях От 180 вольт От 242 Не меняет Свой световой поток То есть Освещенность На столе Остается Одинакова Драйвер Данной лампы Светодиодной Лампы ЭКФ Стабилизирует Световой поток Вне зависимости От понижения Или повышения Напряжения Что в принципе Радует Какое бы у вас Напряжение Не было на даче Повышенное 241 вольт 242 вольта То есть Предельно Допустимое Напряжение По В большую сторону Или 198 вольт А то и 180 вольт Вы это На глазах Не почувствуете Лампа Как горела Так и Будет гореть Очень радует Очень удивляет Впервые Если честно Сталкиваюсь с этим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok